И как обещала, возвращаемся к теме торговой блокады на Донбассе на блокпостах, установленных радикалами. Сегодня было жарче, а в печах, в заводах, которым нужен уголь, холоднее. Все детали этой непростой ситуации узнаем непосредственно у Олега Решетника. Он находится сейчас на Востоке, с нами на связи. Олег, здравствуй. Как прошел этот день на блокпостах? Да, добрый вечер, Наталья. На редутах утра началось с громких новостей. Радикалы, блокирующие поставки угля с оккупированных территорий, заявили, что выходят из переговорного процесса с премьером Владимиром Гройсманом. А это значит, блокада будет не только продолжаться, но и расширяться. Так говорят блокадники. У наших властемухщих рыльцев пуску. Они договориться как хотят. То есть мы с вами там частью поделимся, и вы разойдетесь. Мы не те люди, мы сюда не за деньги пришли. Мы пришли, чтобы наши пацаны... А вот ихнему мозгу просто непонятно, как люди могут добиваться целей, которые некорыстные. Вот где-то около 12 дня на так называемый редут Запорожья пришли противники блокады. Местные жители Бахмута, во всяком случае, так себя не называли. Завязались перепалки и споры между сторонами. В частности, о том, кто кому заплатил. Вы власть, что вы мне на власть сделали? Ничего. Блокада – это ноль. Это нельзя делать. Это помощь России. Было, еле-еле дышало. А с этой сейчас вообще стало. Артемовск еще, может, месяц потерпит. А другие предприятия, крупные, будут закрываться. Это же элементарно. Мы тут за правдой. И будем стоять, будем не пропускать. Ни одного угля, ни одного железа, чтобы бизнеса не было с оккупованным территориями. Мы с бабушками не боремся. Пока вот мы с ними разговариваем. А вот молодые люди, которые стоят сзади, ну, может быть, мы отдельно с ними поговорим. Более так плотно, конкретно, чтобы дошло. А вот на редуте так называемого 16-го добровольческого батальона в Кривом Торце было жарче. Предупредительные выстрелы в воздух, трое госпитализированных и 37 задержанных полицией. По словам блокадников, это была провокация. Нападали на них так называемые тетушки. А вот по мнению оппозиционеров, происходящие на железнодорожных путях ставят под удар весь минский процесс. И нужно сделать все, чтобы возобновить переговоры. Мы видим, что влада боится радикалов. Влада может бороться только с парламентской оппозицией и с усилий направить на то, чтобы задавить оппозицию в парламенте. А когда проявляются такие радикальные проявления, она беззахисна и она не может ничего делать. Я уже не говорю про экономические втраты, которые на себя цей регион, потому что много предприятий потерпают от этой блокады. Сегодняшняя влада в наследах своей слабкости не может спориться с этой ситуацией. Поэтому позиция нашей фракции была с самого начала однозначно. Мы считаем, что единственный выход – это проведение, принятие политических решений по минским инициативам, параллельно с безопасными вопросами, создание условий для работы в нормандском формате руководителей государств. И поступово, кроме за кроком, восстановление мирных переговоров и мирных в стране. Мы считаем, что с самого начала позиция нашей фракции была только такая. Сегодняшняя влада еще нужно прислушаться до того, что говорит международная спільнота, что говорят святые лидеры, что ни одна блокада не повертала территорию людей к стране. А восстановление территориальной целостности нашей страны – это должно быть сегодня главным завданием влады. И мы считаем, что с этим завданием сегодняшняя влада не впорвалась. Наташа, пока это все новости средутов. Мы с нашей съемочной группой продолжаем следить за происходящим. Студия. Спасибо, Олег. Олег Решетняк с подробностями торговой блокады на Донбассе. Продолжение следует...